всем здравствуйте с вами на связи елене и я приветствую вас на своем канале в начале расклада я хочу поблагодарить анонима за донат как правило люди не оставляют своих имен вот но в любом случае я вам очень благодарна мне было очень очень приятно и так они давно меня попросили сделать два расклада один из раскладов я сделаю сегодня следующий я сделала прямо следующем видео вот расклад вы видите название да как пройдет собеседование какой результат я получу просил его алекс аркисиан его человек с этим ником почему потому что неоднократно увидела мужские ники вот но пишут женщины вот не факт хочу просто благодарить за идею обычно такие расклады не очень идут любом случае если есть такой спрос хотя бы для нескольких людей это уже будет для меня актуально также я хочу поблагодарить за вашу активность последнее время особенно после расклада как вас видео другие очень много комментариев я получала к раскладам вот и достаточно много просмотров на этот расклад вот была очень доста такая активность очень яркая вот ну что приступим до позиции позиции у будет они в таком порядке значит красный камешек голубенький и зелененький первая вторая и третья позиция будем смотреть как пройдет собеседование не будет большой расклад и какой результат вы или получите может быть на что нужно обратить внимание как вариант так надеюсь вы определили сделаем на двух колодок колодок колодек темного света и таро шаманов и мы приступляем пусть по им позиция номер один и красненький камешек как пройдет ваше собеседование так знаете двойственное у меня здесь ощущение с одной стороны а собеседование пройдет достаточно волнительно с другой стороны ощущение того что достаточно позитивно вы будете нацелены на свою цель на получение именно новые работы то есть если это ваша старая работа и вы проходите собеседование на повышение да допустим то это не совсем то здесь видимо именно какая-то новая абсолютно новая для вас работа либо это какой-то новый этап для вас ну давайте еще уточним как пройдет позитивно пройдет достаточно хорошо при условии того как что вы будете себя вести а знаете достаточно уверенно и расслабленно это ключ к достижению получению того что вы хотите потому что мне здесь карты показывают здесь часы конечно же посмотрю еще будут ли обращать внимание на ваши знания у меня здесь людям мне кажется важно будет даже не ваше не ваши знания интеллектуальные сколько ваш опыт опыт работы и именно постоянство трудолюбия терпения и ну такая хорошая работоспособность причем на одном определенном уровне да чтобы не было перепадов поэтому очень важно на данном собеседовании именно ваш эмоциональный фон если вы будете ощущать себя достаточно уверенно будете разговаривать либо говорить убедительно спокойно размеренно осмысленно лишний слов не нужно говорить не нужно что-то там приукрашивать если вас не спрашивает просто не отвечаете если отвечаете то отвечайте по существу лаконично без каких-либо подробностей прямо вот здесь вот должно быть именно такое знаете структурное общение именно по факту спокойно ровно и очень-очень убедительно то есть от того как вы будете себя презентовать на собеседовании именно от вашего эмоционального состояния будет зависеть и результат вашего собеседования отсекайте всевозможные какие-то иллюзии фантазии мечты как можно это все улучшить причем знаете а это может если вы женщина может касаться и внешнего вида да то есть вот как бы себя так ну быть прихорашенный да иногда вы можете но быть чересчур может быть яркой броской я не говорю там что вы должны быть там серой мышью еще что-то но вот не переусердствуйте вот здесь вот ключевое слово вот это не переусердствуйте вот и имейте ввиду что то собеседование туда когда вы пойдете что если вас примут в этой работе вы будете достаточно много лет поэтому прежде чем как вариант вы пойдете насколько хочу обратить ваше внимание насколько вы отдаете себе обчет что готовы ли вы работать много лет на этой работе да то есть не временно там два-три года достаточно продолжительный период вот и насколько вы тот человек потому что здесь знаете у меня что идет появилось такое ощущение что с одной стороны вы человек такой достаточно свободолюбивый и иногда а здесь мне кажется в этой работе есть какие-то рамки но есть какие-то условия там я не знаю по времени до какой-то график конкретный который ну сложно будет изменить вот насколько это вам подойдет имейте ввиду насколько вы сможете проявить себя именно как личность то почему потому что иногда здесь вот ощущение того что ваш характер он достаточно такой взрывной да и рамки иногда на работе они будут вам не не во благо это с одной стороны и вот но насколько вот ваш характер именно вписывается в ту работу на которой вы идете потому что здесь вопрос не в том насколько вас возьмут а насколько вам будет комфортно на этой работе почему а потому что здесь вот как будто бы много надо да то есть это тот формат работы когда но ты голову свою не поднимешь какую-то инициативу на себя не возьмешь то есть и просто хороший исполнитель здесь вот какая-то работа такая в которой нужно быть просто исполнителем без каких-либо инициатив не то что они будут наказуемы но ваша натура насколько она сможет проявиться потому что вы вот у меня такой вот краски ощущение и было да вот по шуту и королю жезлов что вы человек который любит как-то развиваться иметь карьерный рост да ну то есть такой человек который у которого хорошо развита целополагание то есть я ставлю цели я иду всеми возможными способами шагами к своей цели дам вам это нравится и на пути к этой цели да вам нравится также развиваться то есть чтобы это не было рутинно и монотонно и вот у меня здесь такое ощущение что здесь не вот эта работа она не совсем про развитие она больше про какую-то такую знаете стабильность монотонность вот здесь вы можете потерять себя как-то либо напридумывать себе больше касательно данной работы чем есть на самом деле как еще пройдет ваше собеседование ну вот вам нужно будет здесь я не зря сказала эмоциональный фон обратить внимание здесь вам нужно будет успокоить свой ум потому что возможно как-то вот мысли будут быстро быстро бегать в голове и будете либо забывать что-то сказать то есть после собеседования когда вы будете расслаблены вас будут приходить идеи что вот можно было вот так сказать можно было вот так себя презентовать вот так на себя ответить ну ответе да и вот вот эту вот идею подать а этого не будет происходить вами время собеседования по причине того что ваш ум он будет достаточно беспокоен и вот здесь вот карты показывают о том что собеседование оно будет как будто вы знаете трансформирующим для вас с одной стороны возможно это шанс выйти из своего какого-то застоя то есть возможность видимо давно не было работы да либо именно как-то конкретные работы которые вы хотите но с одной стороны это собеседование дают на этот шанс но завершение вот этого бездействия вот и а с другой стороны как раз таки и происходит в данном случае по башне такое неожиданное неожиданная ситуация когда либо вы на собеседование будет какой-то момент когда вы почувствуете себя достаточно таким знаете вот потерянным то есть а сейчас что я должен делать то есть я не понял не поняла как мне среагировать да вот ощущение некой потерянности либо будет такие вопросы допустим какой у вас опыт работы именно в этой сфере и вы немножечко как будто вы запинать как как ощутитесь какую-то вот свою потерянность растеряетесь не знаю что сказать и вот и это как-то вот то знаете вызовет вас ваше внутреннее раздражение и вот с этого момента вы можете потерять уверенность и ситуация развернется не в то русло поэтому держите себя под контролем на что вам нужно обратить внимание это то что вы занижаете свои способности вот и если вам предложат какую-то должность а вам ну либо какое-то место какие-то обязанности вам будет казаться что это это не ваше то имейте ввиду что это просто страхи возможно это будет касаться чего-то нового где нужно больше концентрации фокусировки на том деле чем вы будете заниматься вам будет страшно но если вам это предложили это показатель того что люди увидят вас этот потенциал здесь вопрос том что вы как-то не совсем уверены в себе возможно разочаровались долгое время искали работу вот и потеряли как-то вообще надеждой и веру в себя вот поэтому вся вот это вот первая позиция она говорит о том что вы должны настроиться на спокойный расслабленный но в то же время сконцентрированы но ни в коем случае не напряженный диалог то есть как будет с вами как будет себя вести человек который будет брать у вас родовую интервью но будет располагать к себе до иногда будет задавать какие-то такие достаточно каверные вопросы до посмотреть насколько вы например можете себя проявить каких-то экстремальных ситуациях до готовы ли там брать на себя ответственность не в контексте того что вам потом в дальнейшем придется с этим как-то взаимодействовать нет а просто проверить насколько вы стрессоустойчивый человек до насколько вы можете проявить качество лидера насколько вы такой открытый яркий человек не не серая мышь в общем не забитый человек вот насколько вы конфликтный и его здесь вот почему ты не знаю то ли вы на какую-то руководительную должность наметили но это вот как то такая место силы власти какой-то да то есть какие то вот у вас обязанности будут вас просто будет проверять на прочность будет ли это человек доброжелательный по отношению к вам у него будет покерфейс вам сложно будет считать что-то 100 о том что он в данный момент думает о вас либо ситуация но это человек будет достаточно таким опытом там не знаю может чар какой-нибудь вот но человека с опытом и и сложно было понять по его выражению лица по его энергетике о чем он думает и какие какое решение будет принято но он вам будет напоминать какого-то человека из прошлого да может быть даже такое ощущение что если это будет женщина она будет напоминать вам свою маму каким-то какой-то холодностью отстраненностью да вот каким-то таким форматом поэтому и это может как-то зацепить вас если вы включите свои проекции на этого человека и вот и вместо человек который будет брать у вас интервью ну вот собеседование будете проходить да вы можете в нем увидеть вот именно свою маму там я не знаю свою жену в общем человека как достаточно авторитетного для вас и вот это вот может сбить вас как-то с толку какой результат вы получите здесь неоднозначная карта выходит поэтому я я и выкладываю знаете здесь скорее всего ваше желание будет любой ценой выйти из-за какого-то застоя до в котором вы были именно какой-то обустошенности видимо проблемы были с финансами какая-то сложность на трудности и у вас будет желание чтобы все завершилось именно таким образом потому что ну вам нужны деньги и результат он будет такой достаточно двояки 50 на 50 почему потому что выпадает дьявол с дьяволом никогда не поймешь то есть какой-то положительный либо негативный результат но знаете вам могут сказать что решение придет но даже не то что вам как-то вот позвонит а именно через сей да вам может быть вот просят оставить свою почту вот либо какие-то контакты в соцсетях и как-то вот вам через соцсети через интернет дадут ответ но здесь ощущение того что у того а вас о вашей кандидатуре будут решать почему потому что что-то не у вас увидят нет не то чтобы не не подходящее вот именно вот эти вот качества до лидерские насколько вы их проявите насколько вы проявите вот это вот знаете уверенность в себе вот от этого будет зависеть то есть только как вы себя ощущение того что я говорю какое-то очень важное место да то есть но это не разнорабочий до настройки а вот именно какое-то место здесь серьезное не от этого будет зависеть как вы себя поведете потому что вот формат умение идти в новое умение рисковать умение принимать решения и вот насколько можно положиться на вас вот от этого будет зависеть ваш результат но по идее по идее здесь выпадает колесо фортуны а ну никогда не говори сто процентов да либо сто процентов нет но удача велика вероятность что будет при условии того еще расскажу если вы будете вот именно знаете сможете сладить со своими эмоциями сможете управлять в процессе именно беседы своим эмоциональным фоном да здесь я больше склоняюсь ну наверно процентов 60 что это будет да нежели нет вот но карты которые выпали они не говорят конкретно на сто процентов представляете следующего еще одну как в одной колоде выпала первая карта дьявол и второй колоде выпадает карта дьявол здесь она о чем там она у нас говорила какой-то вот неуверенности неопределенности а здесь дьявол будет связан как раз таки с эмоциональностью вашей да с переживанием ну то есть люди будут не совсем уверены вашей кандидатуре не совсем насколько вы им подходите в чем будет сомнение вот насколько вы сможете победить себе вот это вот ощущение жертвы знаете вот может быть что то вы какая-то вот неуверенность что чем это связано что-то такое вы будете излучать неуверенность именно может быть будете говорить тихим голосом как-то мямлить поэтому я и сказала вам нужно и войти в позицию такой знаете уверенности неважно получите вы эту работу или не да вот какой-то такой позицию безразличия мне все равно да но но говорить как будто бы ну просто беседуйте с человеком потому что вот здесь вот именно конкуренции вы ну как будто бы не дотягиваете почему в чем проблема из-за вашей неуверенности из-за вашей неуверенности вы будете как-то вот нестабильны может быть будут задаваться какие-то вопросы и вы будете как-то может быть теряться вот вам нужно неважно правильный ответ то есть возможно вы будете стараться искать какие-то правильные ответы чтобы нравились другому человеку нет будьте собой просто будьте собой и будьте уверен то есть если вы будете представлять какого-то другого человека играть да а не самого себя то у вас как раз таки вы будете это излучать неуверенность а если вы будете сами собой неважно хорошие плохие но собой это почувствовать это придаст вам некую такую стабильность есть просто ощущение того что вам любой ценой нужна эта работа понимаете это как-то считывается и это не идет вам плюс это либо как будто бы у вас нету настроения не знаю вы не улыбаетесь вот что такое вот холодное вы будете излучать вот ну я спросила же на что нужно обратить внимание давайте еще раз прошу на что же все таки нужно обратить внимание на свои собственные страхи вот и на колесо фортуны на свои собственные страхи и на те сценарии которые у вас уже были в прошлом то как вы проигрывали проходили например собеседование то как вы вели себя ранее сделайте выводы вот постарайтесь понять либо узнаете у других людей что не так что не вызывает доверия к вам как люди вас считывают вот но они вас понимаете не они вас считывают человеком который осторожничает да как то вот какая то вот робость вас присутствует даже как будто бы человек не то чай который готов схватить вот сказать кого-то за что-то вот за удачу эту птицу-то за удачу не что как-то схватить вы не уверены в том что это ваш шанс что вам это нужно и вот это вот будет транслироваться и вот это вот будет ну как будто бы не надеете что ли и не совсем вам как будто бы это надо вот что-то такое вы будете транслировать поэтому учтите это пожалуйста и ну сможете изменить код вот а потом если вы сможете и вам не будет сложно после собеседования отпишитесь комментариях не будет интересно увидеть что и как но помните что это общий расклад и так позиция номер два и голубенький камешек как пройдет здесь собеседование здесь будет очень достаточно быстрое хорошее общение здесь хорошо пройдет собеседование в такой достаточно знаете удобной атмосфере комфортной вас ничего не будет напрягать наоборот у меня ощущение того что как будто бы вот я слышу смех ну так весело может быть даже вам предложат что-то выпить там не знаю чашечку кофе ну как-то так чтобы вас расслабить то есть не будет вот этой вот напряженности да все будет достаточно расслаблено да будет разрушена знаете вот я не знаю какая-то вот здесь вот атмосфера атмосфера такая уютная будет разрушена вот это вот официоз вот это вот прям знаете по регламенту и никак иначе вот это вот все будет как-то разрушена да вот эти вот манипуляции будет очень-очень гармонично и вам будет комфортно главное чтобы вы проявляли свои качества и знаете здесь еще будет такая может быть хитрость либо уловка что вот знаете заходите допустим до кресла какие-то удобные вот и и вас это как-то вот будет располагать значение того что вы раза сам как называется расслабитесь расслабитесь и вот у вас будет ощущение даже что вы не собеседование проходите а вот какой-то разговор по душам здесь идет либо наоборот будет проверять ваши какое-то вот какие-то ваши способности вот с чем будет связаны эти способности насколько вы можете знаете расти развиваться причем преодолевая всевозможные стрессы страхи то есть насколько вы идете в развитие насколько вы можете быть уверены стабильны знаете ни на что не не реагировать и не обращать внимание на какие-то разговоры насколько вы можете передавать какой-то опыт либо знания другим людям и насколько вы можете развиваться вот здесь вот прям не знаю здесь какое-то такое с позиция связаны как-то с развитием может быть даже карьерный рост какой-то но в общем если даже не карьерный ростом какая-то должность которой вы должны будете развиваться но как-то постоянно себя проявлять да ну как это вот повышение какой-то квалификации постоянно будет необходимо и вот здесь вот ну развитие она прям вот необходимо будет здесь главное не не разочаровываться и быть сконцентрированным на вашей цели какого результата нет даже никакого результата на что вам нужно сфокусироваться чтобы получить эту должность на себе на себе не прям знаете пойти не то чтобы в перемена знаете вот выйти из каких-то своих рамок и ограничения в голове что если допустим я возьму на эту работу то что я скажу дома как я смогу работать в таком более гибком графике а получится то есть утащение того что вы как будто будете связаны по рукам и по ногам вам вот это вот не нужно вот от этого нужно уйти как-то внутри себя надо будет слушать на то есть слушайте себя не не сковывайте себя лишний раз какими-то мыслями в плане того что я не смогу у меня не получится вот здесь вот выпали прям две дамы жезловая мечевая говорящая одна говорит о справедливости то есть смотри правде в глаза и иди вперед то есть не бойся другая говорит о том что опирайся на себя у тебя все получится и слушай свою интуицию здесь вот как будто бы совет такой что слушать свою интуицию но вот ощущение того что здесь вот как в первой позиции знаете то ли вы долгое время были к это без работы но вот вот это вот бездействие она как будто бы вас опустошила и здесь есть ощущение того что знаете вот из-за того что нужные деньги как-то ощущение того что это вот вас связывает сковывает вы не можете как будто бы раскрыться на собеседование почему здесь ощущение того что вот как будто бы язык не можете развязать да как будто бы вот держите какую-то тишину тайну что ли может быть не говорить может быть вас спрашивают то есть знаете вот здесь у нас собеседование может произойти такое допустим вот вас спрашивает такое очень перспективное место и вас будут спрашивать о вашем семейном положении да вы ну и при этом знаю что допустим с детьми не берут либо с маленькими детьми у вас есть кому оставить этих детей но там допустим есть условия что вот не берут с маленькими детьми и вот вы как будто бы будете держать какую-то тайну не будете говорить и это будет вас как-то сковывать а вдруг меня ну как-то раскроет да чтобы тогда хотя в принципе допустим у вас нет проблем контексте того кто будет за детьми присматривать вот здесь вот будет такие как-то вот волнение переживания потом еще видимо эта работа вам пришла от каких-то ваших друзей знакомых да ну по рекомендации вы ее долго ждали и вы ее очень хотите еще раз прошу на что обратить внимание на ваше внутреннее состояние на ваше внутреннее состояние что все получится я не знаю здесь еще не того что нужно как будто бы себе какие-то аффирмации приговаривать какие опасности здесь есть именно опасность в вашем профессионализме то есть здесь видимо неуверенность есть до в том что либо вы себя ощущаете новичком либо то место куда вы идете ну то есть есть перспектива допустим развития но вам будут предлагать что вам нужно начать с более низшей должности какой-то вот и в дальнейшем и конечно же можете развиваться но вот начало будет именно таким так на что чего опасаться знаете здесь не надо ничего опасаться да здесь скорее всего просто проявляйте свое мастерство единственное что укротите свои инстинкты формате страхов вот и все и здесь как будто бы знаете вот ощущение внутренней силы проявите эту силу покажите свое мастерство вот и все будет хорошо да вам нужно просто успокоиться хорошо какой результат вы получите но вот такое ощущение что здесь как продолжение до в первой позиции такие же карты выходят примерно да то есть какой результат вы получите но у вас будет ощущение того что вы связаны как будто бы от решение какого-то мужчины вот и в принципе карта солнца на достаточно позитивные она может перекрывать вот эти вот ваши страхи сомнения по поводу того что возьмут вас или нет вот я все же склоняюсь к тому что здесь в большем процентном соотношении нежели по первой позиции велика вероятность того что у вас возьмут на работу здесь вот как будто бы у женщины как-то знаете разбито сердце то ли это из-за переживаний то ли это за каких-то волнений может быть эта работа знаете как тут ваши мечты и вы давно хотели либо как-то хотите себя проявить реализовать либо пошли как-то по зову своей души и еще как будто бы не очень-то уверены чем связано здесь ваше разбитое сердце а просто страшно да просто страшно видимо проходить собеседование здесь может быть даже не один человек а может быть три человека с которым ну то есть несколько людей будут сидеться в тот момент когда будет проходить собеседование вот здесь вот ощущение того что может быть я не всем понравлюсь вот но здесь чисто вот ваши какие-то внутренние заморочки так я не вижу чтобы были какие-то прям серьезные если помехи какие-то серьезные луна выпадает то есть неясность какая-то да какая-то вот неуверенность суета и вот здесь вот просто ощущение того что здесь у меня по первым по второй позиции идут женщины если по первой были и мужчин и женщина здесь вот только женщина в том что вот вы как будто бы долгое время просто были отстранены от работы вот может быть декрете были и сейчас вот надо опять выйти вот здесь вам карты просто показывают что вам нужно примириться примирить вот эту вот свою внутреннюю суету когда вы убегаете просто от решения каких-то задач и но рискнуть сделать первый шаг вот в этой никуда просто рискнуть но по ощущениям здесь ну вот где-то процентов 70 того что намного больше чем в первой позиции его 100 процентов я не даю потому что вы сами понимаете да что это общий расклад но процентов на 70 что вас возьмут и так и мы переходим к позиции номер три и зеленому камешку и давайте посмотрим как тут пройдет собеседование тяжело сложно идет очень сильно переживаете волнуетесь до хотите вот чтобы все было правильно хотите чтобы все было как-то вот по справедливости а с чем связана сложность сложность связаны как-то с прошлыми своими убеждениями дам как будто бы вы не на коне сейчас с чем это связано ушли уход был уход был на и поэтому вы сейчас немножко разочарованы насколько вы сможете получить эту работу а чего был уход видимо был какой-то шанс либо какая-то цель и вот вы ушли поэтому сейчас очень сильно переживаете по этому поводу да и вы знаете переживаете на то насколько вы подходите что-то сегодня какая-то неуверенность в трех позициях насколько вы походите к этой должности насколько вы соответствуете всем критериям и здесь вам говорят что также как и вот в предыдущих позициях да вам надо просто показать свою ценность насколько вы ценный и сотрудник на насколько вы способны работать насколько вы мастер своего дела почему потому что то ли в прошлом как-то вы были не уверены и вот закрылись но и вот переживали очень по этому поводу но я вижу что вы хороший специалист да просто специалист который не верит сам себя либо у вас вы ставите себе слишком завышенную планку либо вы не верите в то что вы сможете получить эту работу потому что все какую-то бы идет по глату понимаете и неуверенность того что меня туда не возьму хорошо на что нужно обратить внимание насколько это ваш выбор и вы готовы окунуться в него здесь вопрос именно ощущение того что вот эта вот работа она является как будто бы вашим духовным уроком насколько вы готовы и уверены что это ваше вот если это ваше вы сможете доказать чтобы вас взяли на это место до своей способности проявить почему потому что в соответствии с критериями вы подходите а вот насколько это вам надо здесь не совсем понятно немножко знаете хочу сказать свой пыл по утешке потому что как-то здесь ощущение того чтобы как будто вы немножко будете огрызаться да как-то вот ну не то что грубо хамовато говорить как-то может быть вопросы будут задавать такие вам будет казаться что какое-то отношение имеет допустим к работе может личные какие-то вопросы вот и вам будет казаться что человек как-то вот ваши границы переступает и вы будете входить вот в эту амину защиту ссоре в защиту и свои границы да и можете как-то сказать слишком резко да а какое-то отношение имеет например к нашей работе да и это может не совсем понравится человеку который будет задавать вам вопросы какие-то на что еще нужно обратить внимание вот очень много из старых своих то есть вашей жизни должны произойти перемены да вы должны избавиться от чего-то старого вот что-то у вас здесь старое проходит да то чем вы допустим как-то жертвовали вот этого должно уйти и это знаете это вот как раз таки связано с тем что должно уйти какое-то вот ваше подвисшее состояние бездействие да то есть пришло уже время вам двигаться вперед пришло вам действия но время уже поверить в себя и двигать у вас есть и способности и знания и вам нужно просто идти вперед ощущение того что цикл завершился вот этих вот бездействий и какая-то вот очень такая судьбоносная что ли работа вот здесь вот как-то так с чем она связана с разрушением каких-то старых стереотипов и умение давать шанс людям да вот как будто бы какой-то вот перекресток и вы даете людям что ли надежду то ли возможность да то ли как-то корректируйте их действия как-то вот знаете вот как дирижер который управляет да здесь может быть у вас будут и подчиненные и вот вы должны и ими как-то вот управлять ну корректировать их действие как-то соединять хорошо какой отложу и возьму новую колоду какой результат вы получите то что хочется еще сказать здесь вот как будто бы ничего-то не недосказано хорошо давайте вытащим как карта на что еще здесь нужно мне покажите что еще вы хотите мне показать здесь вам нужно сконцентрироваться именно на какой-то легкость знаете на состояние праздника на состояние ваших каких-то успехов почему потому что вы как-то вот жестко что ли настроены либо через слишком критично из-за своего вот этого какого-то прошлого опыта я не знаю что у вас здесь прям вторая колода и говорит о каком-то разбитом сердце чувство вины что ли с чем это связано это связано то есть чем как вы раньше взаимодействовали с людьми да то есть какие-то сценарии у вас остались что ли только какие-то привязки могу понять вот и здесь либо какие-то неясности были да ну вот и как-то это оставило ваш след поэтому вот эта вот работа она каким-то образом для вас кармическая какие-то уроки вы должны из нее вынести как будто бы завершить что-то через эту работу чему вы здесь должны научиться так пониманию терпению уважению любви и здесь знаете как будто бы более мягкие вы должны здесь работа какая-то наставника работа учителя работа человека который передает знание работа какого-то практика но она должна быть не какая-то жесткой да здесь а здесь она должна как-то вот по-новому должны взаимодействовать с людьми и что ли здесь ощущение того человека какого-то вот как будто бы стрелочник знаете переводят стрелки на железные дороги да и вот от того как он правильно это сделает поезд может уйти с рельс а может пойти правильным путем но здесь работа она связана именно то ли с большими деньгами то ли здесь какое-то место такое чин как это называется ну то есть какой-то большой начальник здесь у вас точно будет подчинение очень много людей ну и на что здесь нужно обратить внимание а ну не быть здесь таким знаете человеком закрытым то есть здесь вот как будто бы вы не хватает больше доброжелательности как будто вот ваш прошлый опыт он изменил вас изменил как человека ваш характер и потому что как-то вот вам больно сделали что не могу понять то ли на вашей работе сделали прошлое больно то ли следствие чего-то и вот вы как будто бы закрылись и то ли здесь долгое время вы были погружены в себя а сейчас надо выходить из этого состояния не совсем комфортно то ли здесь ощущение того что ну вот как-то своей энергии надо здесь поменять это не связано с вашим профессионализмом это связано с вашим характером что у вас за характер афиг поймет здесь у вас характер такой знаете вы человек по настроению да вы можете быть и маленьким ребенком переполненными энтузиазма с горящими глазами и желанием что-то делать а можете тупо зависать и находиться в ожидании я ничего не буду делать решайте сами как хотите что хотите не вот и желать перекладывать ответственность можете быть либо удачливым человеком либо очень сильно переживать волноваться и сами себе закрывать дороги ну то есть знаете здесь ощущение того что вы человек нуждающийся в какой-то вот опоре поддержки человек который умеет все рушить и начинать с начала до какой-то вот конструктор хотелось сказать архитектор дальше который может встать закрыть дверь и сказать на я вам даже ничем и не обязан и уйти ну то есть такой взрывной достаточно характер можете людей ставить какой-то тупик вот и либо наоборот можете ощущать себя связанными пара по рукам по ногам то есть здесь вот такое ощущение как билю по упадет мужа как в рулетке куда шарик упадет туда и ну так как-то так как колесо закрутится так у вас и будет такое настроение хорошо на что нужно обратить внимание на что вам нужно обратить внимание вы боитесь ответственность вот вот в чем как причина тогда то что я говорю либо вы боитесь ответственности либо вы наоборот боитесь быть жестким человеком и требовательным потому что вы знаете что это есть у вас такая черта и может быть ранее вам за это прилетало поэтому вы не можете может быть для себя определиться то есть как вам быть до раньше например вы были таким ну серьезным требовательным человеком и это вот как-то не привело вас к желаемым результатам пришлось уйти с работы а с другой стороны если вы в той работе которой вы находитесь если вы не будете таким требовательным человеком вот который выстраивает границы там отдает какие-то команды приказания то есть вы не сможете управлять людьми то есть здесь как-то вот вам не совсем понятно какую вам позицию держать в нем ну как выстроить фундамент вы не можете принять какое-то решение для себя определиться как вам себя вести вот здесь вот а хорошо чем же все-таки закончится на какое решение примут касательно вашего принятия на работу или нет здесь опять-таки выходит десятка жезла до карта каких-то обязанностей сложности в принципе карты выпали достаточно позитивные но вот у меня ощущение что вот вы как будто бы не готовы ваше какое-то внутреннее состояние нету готовности вы как будто бы с оглядкой на какое-то прошлое идете на это собеседование потому что трудность в том что либо вы не исцелились до конца знаете это может быть еще как-то вот после травмы после какой-то операции вот и здесь может быть такое ощущение что вдруг мне надо будет взять больничную я не смогу ну то есть меня не отпустят а мне какой-то период это надо то есть вот как будто нету полного исцеления чего исцеляетесь то но вы полностью себя не чувствуете конкурентно способным пока человеком и не совсем понимаете свою ценность да вы как будто бы вам кажется что вы еще новичок на самом деле вам хочется знаете достаточно гармонично работать ну то есть приходить на работу и быть таком хорошем расположение духа достаточно гармоничным уверенным в себе ну чтобы хорошо все было на работе до что все шло своим чередом а здесь видимо у вас работа такая какая-то вас рабочая напряженная а здесь нужно очень долгое время быть сосредоточенным сфокусированным на чем-то может быть на каком-то своем деле да может быть здесь даже какая-то рутинная рутинная это по-русски да наверное однообразная какая-то вот такая вот работа либо работа которая требует знаете терпения терпение достаточно такая вот ну не скорая потому что здесь не то чтобы это конвейер а это знаете это как будто бы кропотливая такая работа да то есть ну вот все нужно и у на все нужно обращать внимание все нужно как-то вот подсчитывать да может быть даже с деньгами тоже как-то вот связано с большими деньгами да может быть кто-то банки здесь и нельзя ошибиться да и а у вас возможно ну вы не можете долго сидеть допустим на месте до поясница болит или еще что-то ну как здесь как будто бы какое-то восстановление у вас идет вот и какое-то вот сомнение хорошо еще раз прошу какой результат вы получите вот смотрите здесь выходит да если не будет какой-то хитрости если не будет какой-то хитрости по поводу именно неуверенности в себе и вот то что вот взять ответственность вот если вы не будете с этим хитрить и ощущение того что вот еще одна карта подсказывает что это вот работа какая-то такая судьбоносная то есть она должна была бы здесь как будто бы знаете завершение и начала чего-то либо начало и завершение здесь какой-то цикл ну то есть через эту работу это либо последняя ваша работа допустим вот в этом формате либо какая-то вот последняя ступень последний уровень в каком-то в какой-то череде чего-то там такого вот и у вас есть какая-то вот именно вот это вот детскость неуверенности может быть нежелание брать какой-то ответственности может быть на вас возлагают больше надежды и вам кажется что вы не справитесь но вам как-то вот очень-очень тяжело вот вы как будто бы уходите от от шанса то ли вы здесь узнаете ощущение того что здесь какая-то вот только какой-то потвор что-то есть в этой работе как будто бы эта работа является либо проверкой то ли вы ушли из прошлой работы где была какая-то знаете ну нищета то есть мало денег платили много использовали как-то вот вы были неуверены то ли сейчас эта работа вам как-то напоминает прошлое и вывод прошлую работу и вы не как-то не очень идете что-то здесь связано прошлое и вот с этой работы то есть это не случайно работы я не могу вам ответить сто процентов возьмут вас на эту работу или нет здесь ощущение того что если даже вас не возьмут на эту работу то есть возьмут не возьмут для вас это будет одинаково то есть если возьмут да вы будете работать там развиваться пройдете трансформацию по поводу каких-то привязанностей прошлого именно касательно себя понимание насколько вы самодостаточный человек то есть насколько вы уже зрелый личность опытный мастер имеющий здание имеющий но абсолютно все что необходимо а если вас не возьмут я не вижу чтобы как-то очень сильно ты и переживали по этому поводу и знаете как-то махнете и будете заниматься тем чем занимались как-то прошлом какими-то своими желаниями реализации чего-то другого то есть возьмут вас не возьму здесь как-то знаете не то что здесь 50 на 50 а здесь вам выгодно и то и другое то есть возьмут хорошо не возьмут тоже хорошо вот здесь вот как-то так не поняла я третью позицию не знаю напишите потому что либо здесь много людей много разных ситуаций либо здесь что происходит и я не могу понять но вот почему у меня идет вот это вот ощущение какой-то знаете судьбоносности то есть как завершение какого-то этапа начала чего-то другого я не знаю может быть вы ком где-то там должны как-то отработать ну знаете как будто бы бывает забирают в армию пример такой но все равно забирают в армии вот нужно там доработать какие-то месяцы вот либо стажа не хватает и потом выходите на пенсию вам нужно немножко и доработать на этой работе либо там я не знаю в армию дюйти надо несколько месяцев поработать для чего-то там этот стаж нужно что потом вот а потом вас в армию забирает вот как-то вот здесь так и я не могла не могла понятие знаете самое интересное что вот у меня по третьей позиции такое ощущение что я спать хочу да вот ощущение какой-то вот усталости что ну не морозьте мне мозги я сейчас вообще не может быть кто-то в опьянении сейчас находится реально что здесь такое ощущение за туманности что я я четко не могу увидеть я либо как-то вот специально мне кто-то не хочет чтоб я видел да не показывает здесь нету ясности нету вот какой-то вот трезвости прозрачности я не я не мог потому что очень много раз выпадали дьявол дьяволы не один на несколько и очень много великих арканов говорящих о том что вот но не случайно это работа я не знаю с чем еще может быть связана это работа не знаю вот такой вот был а у нас сегодня расклад все равно около часа ушла ладно а я с вами прощаюсь благодарю за ваши просмотры лайки комментарии за донаты до новых встреч пока пока